Мусульмане отмечают ураза Байрам. Это один из главных праздников в исламе. Продлится он три дня, а сегодня в мечетях начались торжественные намазы. В Чебоксарах в них приняли участие более 500 человек. Дмитрий Ковалев продолжит тему. У Чебоксарской мечети Булгар верующие собираются уже с восходом солнца. В исламском календаре открывается десятая страница, месяц Шаваль. В первый день окончания поста в мечетях читают праздничные молитвы. Но разместить всех под крышей не удается. В зале и яблоку негде упасть. Для мусульман ковры стелят даже на улице. Речи мама транслирует громкоговорители. Ее слышно издалека. И надо просить у Всевышнего Аллаха, чтобы он также просил наши грехи, которые мы сделали. За то, что он помог нам завершить предшествующие празднику поклонения. В этот день последователи ислама восхваляют Аллаха. Молитву Ид Намас верующие совершают только два раза в год в честь больших праздников. У Роза Байрама один из таких. Свое начало он берет со времен пророка Мухаммеда. Мусульмане просят друг у друга прощения, раздают подарки и милостыню малоимущим. Родственники, родня, друзья, все поздравляют в этот праздник. Как у вас есть Пасха, вот у нас это праздник. Имам столичной мечети Намас читает на арабском языке. Священные слова верующие слушают стоя. На протяжении 30 дней им было запрещено есть и пить до захода солнца. У Роза Байрам эти ограничения снимает. Столы сегодня буквально ломятся от всевозможных блюд. Во главе этой трапезы огромный чан с пловом. Отказ от пищи днем во время поста сами мусульмане называют испытанием. Верующие считают, тем, кто пройдет его, Всевышний простит грехи. Но даже после праздника разговения мусульмане не перестанут поститься. Впереди шестидневный пост. Считается, что тот, кто держал его весь Рамадан и дополнил в месяц шаваль, получит заслуженную награду. Медрик Ковалев и Александр Петров. Республика.